Еще год назад мы не знали, что нас ждет. Коррективы внес вирус и изменил правила игры на целый год. Но сегодня мы с вами будем говорить не об этом. Меня зовут Алена Полихович, и сегодня мы с вами поговорим о главных трендах в маркетинге, в частности, в контекстной рекламе в 2021 году, для того, чтобы вы успели подготовиться к грядущим изменениям. Первая проблема, с которой столкнулись рекламодатели в этом году, это то, что Google начал скрывать данные. По словам Джулии Бакини, президента и основателя компании маркетингового агентства Neptune Moon, ситуация будет только ухудшаться. В связи с грядущим уничтожением файлов куки в том виде, в котором мы привыкли их использовать, в частности, для ретаргетинга, то нас ждут серьезные проблемы, потому что Google и Apple затеяли большой передел рекламного маркетинга. Гром грянул еще в августе этого года, когда разработчики популярных браузеров запретили рекламным сетям использовать сторонние куки. Это коснулось и сайтов, и мобильных приложений, то есть всего, где пользователь сталкивается с рекламой. И грозит это тем, что Google и Apple станут гигантами и лидерами в рекламном маркетинге, а все остальные просто вымрут. Началось все из-за ссоры Facebook и Apple, который обвинил в краже персональных данных, и из-за отказа мобильных идентификаторов в операционной системе iOS 14, рекламная платформа Facebook Audience Networking, а именно она отвечает за показы рекламы через Facebook на приложениях, перестанет работать. Вы думаете, что это мелочь? Но ничего подобного. Это половина доходов компании Facebook. Рекламная выручка Facebook в 2019 году составляла 55 миллиардов долларов, а в 2008 году 39,9. И все ожидали, что рост доходов компании будет только расти. Но такое решение Apple существенно подкосило финансовую выручку компании Facebook. Apple и Facebook в свою очередь договорились, что перенесут нововведения на начало 2021 года, и к этому времени Facebook должна подготовиться и что-то подготовить, какие-то нововведения. Автоматизированные системы на базе сторонних куки – это самый простой и популярный способ для рекламы в интернете. Рекламодатели любят цифровую рекламу за точность настройки рекламных кампаний, а вследствие, конечно же, лучших конверсий. Поэтому, как бы нам ни казалось, что Google и Apple стремятся к максимальной безопасности, а на самом деле это просто монополизация рынка. Ну а Facebook, в свою очередь, который не имеет своей собственной платформы, просто не успел еще подготовиться и, скорее всего, попросил отсрочки. Ну а мы с вами вернемся к другому гиганту – это Google. Google начал заниматься тем, кстати, не в первый раз, что закрывает возможности получения большей информации о рекламе. Сейчас мы не можем, наверняка, сказать, какие условия таргетинга работают лучше. Но факт остается фактом то, что Google отдает предпочтение ранжированию выше тех компаний, которые используют автоматические стратегии назначения ставок или же таргетинга. Раньше мы могли сказать, сколько стоит какой ключ при помощи специальных программ или же по API назначить ставку тому или иному ключу. Но сейчас ручные настройки ставок, они показывают себя гораздо-гораздо хуже, чем автоматически. Эми Хепден, основательница PaySearchMagic, говорит то же самое. И говорит, что сейчас идет тенденция от отказа к прозрачности, к закрытию данных, с которыми мы можем работать. И если не обращаться в специальные регулирующие органы, то Google будет продолжать это делать, так как его доход будет все больше и больше расти. Брэд Гетт, создатель Analysis, говорит также, что все идет к тому, что Google все больше и больше будет закрывать данные, полагаясь на машинные данные. В своем видео еще в 2018 году Николай делал акцент на том, что Google будет развивать машинный интеллект и упрощать интерфейс. И все это ведет к тому, чтобы помочь более мелкому рекламодателю, а не наоборот крупным агентствам и специалистам в рекламе. Сейчас для того, чтобы настроить рекламу, нужно пройти всего лишь краткий курс от самого же Google. И еще можно настроить просто обычную умную кампанию, где нужно нажать всего лишь две кнопки. И результат будет не хуже, чем если вам ее настроит специалист. Пока что разница еще заметна, однако все ведет именно к этому. Но Марк Ирмин из Search Lab видит в этом и положительные стороны. Сейчас идет тенденция на концентрации не на конкретном поисковом запросе, а на поисках паттернов и шаблонов поисковых запросов. То есть, если у вас есть ключ купить кожаные ботинки желтые в Киеве, то имеет смысл перебрать все вариации между собой. И также обратить свое внимание на похожие ключи, на похожие синонимы. Добиться этого можно с помощью, например, компании в Google, когда вы ее запускаете всего лишь на вот этот один большой ключ в широком соответствии. И дальше, основываясь на машинном интеллекте, Google покажет вам все варианты, в ответ на которые он показал ваше объявление. То есть, если раньше мы собирали компанию исключительно по точным ключам, которые максимально точно описывают продукт, товар или услугу, то сейчас нужно собирать компанию из более общих фраз и уже дополнять и расширять ее за счет поисковых запросов. Также он считает, что адаптивные поисковые объявления полностью скоро убьют обычные развернутые текстовые объявления на поиск. Как следствие, теперь рекламодателям придется уделить диверсификации рекламных каналов. Что это такое? Как правило, у бизнеса есть всего лишь сайт, например, в интернете и работающая рекламная компания в Google или же в Яндекс.Директ. Ключевым выходом, по мнению Брук Осмонсон, является отход от этой стратегии к распределению рекламного бюджета на всевозможные другие рекламные каналы. То есть, следует присмотреться не только к крупным игрокам, это Google реклама или там Яндекс.Директ реклама, но и к другим каналам рекламы. То есть, это Microsoft реклама Ads, Twitter, TikTok, Instagram, нативная реклама в приложении Facebook и также даже закупка рекламы у сторонних поставщиков баннерной рекламы. Как следствие, закрытие данных от Google приведет к росту сквозной и собственной аналитики. Чем больше вы знаете о своем собственном трафике, тем легче вам будет адаптироваться к грядущим изменениям. Также серьезно смещается акцент по написанию текстовых объявлений. Почему так? Раньше доверяли написанию текстовых объявлений специалисту по настройке контекстной рекламы. Он изучал стайт, изучал карточку товара, смотрел пару-тройку конкурентов и писал достаточно привлекательное текстовое объявление. Основной фишкой было это адаптировать заголовок под основной ключ, ключевой запрос. Ну а все остальное впихнуть в текст. Однако с появлением адаптивных и динамических блоков все сильно испортилось. Потому что когда мы видим графический баннер, графическое объявление с большой привлекательной скидкой и жирным выделенным условием акции, это работает гораздо лучше, чем текстовое объявление такого же типа. Поэтому тенденция в баннерной рекламе смещается в сторону стильных и анимированных графических объявлений, а обычные текстовые объявления отходят на второй план. Поэтому если вы заказываете баннерную рекламу у агентства, готовьтесь слить деньги впустую, если вы не предоставите баннеры лучше, чем у конкурентов. Таким образом, тренд номер три это спрос на дизайн баннеров для графической контекстной рекламы. Ну а обычные поисковые объявления, развернутые текстовые, они также уходят уже в сторону и скоро будут не так актуальны. Почему? Потому что привлечь лид за счет всего лишь красивого текста уже невозможно. Вы спросите, почему? Об этом будет мой следующий тренд номер четыре, который изменит правила игры на данном рынке. Недавно мне задали вопрос в комментариях, где та самая грань, когда SEO становится приоритетнее, чем контекстная реклама. Суть вопроса заключается в том, что SEO это дорогостоящий временезатратный проект по продвижению своего сайта. И контекстная реклама часто используется в качестве более дешевой альтернативы для привлечения трафика на свой сайт первое время. Но контекстная реклама в поиске становится все более и более невыгодной. Мы с этим столкнулись еще в прошлом году с одним из наших постоянных клиентов. В 2019 году мы развивали сеть автозапчастей по России. Суть бизнеса заключалась в том, что владелец франшизы открывал бизнес в одном из городов, а мы обеспечивали ему рекламную поддержку и создавали рекламный аккаунт и кабинет в Яндекс.Директе. Первый из городов это был Санкт-Петербург, далее был Вельск, Мирный и даже некоторые города, которые Яндекс.Директ не распознавал как города. И мы заметили такую тенденцию, что самый минимальный клик в СПБ он в 5-7 раз выше, чем самый максимальный клик в Мирном или же Вельске. При этом в том же Вельске на 10 кликов гарантированно был один заказ, а в СПБ ситуация была очень плачевной. Мы разобрали полностью эту стратегию, проанализировали, разложили по полочкам и поняли, что молодому бизнесу нет смысла соваться в очень крупные города с рекламой, если у него очень плохо развита SEO. Разобрав эту стратегию, мы используем его для тех типов бизнеса, которые продвигаются при помощи филиалов. Но есть и другая сторона, мы заметили, что в поиске всегда есть игроки. Если вы пропишите любой абсолютно запрос, в первой тройке всегда будут идти очень крупные бизнесы, которые в принципе могут даже и не рекламироваться, они и так на слуху, вы и так о них знаете. Например, в сфере в ниши автозапчастей это автодок, к примеру. И вы скажете, какой смысл вообще им рекламироваться, это же не выгодно, клик дорогой, а их и так все знают. Но это не совсем будет верно, здесь работает совершенно другая стратегия. И эта стратегия это брендинг, смысл в том, что вне зависимости от количества кликов, от стоимости кликов, у них с высокой долей вероятности будут покупать. И даже если клик дорогой, то коэффициент конверсии такого сайта просто запредельный и может составлять до 30-40%. В то время как у малого бизнеса этот показатель будет еле набираться до 3%. По мнению компании Вайзова, 80% компаний будут использовать именно видео как маркетинговый инструмент для узнаваемости своего бренда, для продвижения своего бренда и для усиления рекламных компаний и рекламных каналов. И вы спросите, где же здесь связь? Здесь абсолютно прямая связь с предыдущей стратегией именно бренда, брендирования своей компании. Именно при помощи видео вы можете усилить и наладить свою связь между вашей компанией и потребителем и усилить ваш собственный бренд. Именно при помощи видео вы сможете донести информацию о своем продукте, о своих товарах, услугах, а также о своем бренде и также о представителях своего бренда. И абсолютно не важно, что это за ниша, то ли вы продаете надувные резиновые лодки или же вы являетесь веб-разработчиком какого-либо приложения. И тут важно уделять внимание не только созданию видео, но и олицетворению вашего бренда, то есть спикера, который будет представлять ваш бренд. Потому что вот этот вот тренд обсуждения другими блогерами чужого продукта, она постепенно уходит на второй план. Первое место выходит именно сами создатели того или иного продукта, создатели бренда и формирование своих собственных блогеров. Настоящим заданием для маркетологов будет не создание самого видео, а создание последовательности видео для того, чтобы включить их в воронку продаж. Видео прекрасно справляется с работой с возражениями, а также помогает пройти вот этот вот первый этап на моменте выбора продукта, тем самым обучая, например, своего потенциального клиента. Яркий пример это Microsoft. Он абсолютно бесплатно раздает Microsoft Office в школах, в вузах, в университетах, в колледжах. И вы скажете, зачем ему это? Все очень просто. Когда вы обучаетесь на той или иной платформе, используете те или иные продукты, вы уже потом постоянно ими пользуетесь в силу своей привычки. И таким образом именно в компаниях дальше им приходится покупать именно эти продукты Microsoft просто в силу привычки и удобства для своих сотрудников. Из не совсем актуальных трендов для нашего рынка это, например, платная реклама Amazon. Если вы работаете на зарубежный рынок, то советую больше почитать на эту тему и присмотреться именно к этой рекламе. Конечно, это далеко не все тренды, но одни из самых основных и главных. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Успели ли вы подготовиться к изменениям или же только начинаете к ним готовиться. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, ставить колокольчик, напоминание, оставлять вопросы, лайки и комментарии. Также вступайте в нашу Telegram группу, подписывайтесь на наши аудиоподкасты и заходите к нам в Instagram аккаунт в гости. До новых встреч и хороших вам продаж!